Опущение органов малого таза. Такое зачастую происходит, когда у человека ожирение или наоборот резкий сброс веса. Также у женщин встречаются после родов. Вследствие это приводит к гиперактивному мочевому пузырю, хроническим циститам, к недержанию мочи при кашле и поднятии тяжести. Конечно же к нарушению и застойным процессам в малом тазу. Друзья, всем привет! Вы на канале Здоровый Рух. С вами я, мамчура Анастасия. И тема сегодняшнего видео – опущение органов малого таза или слабость мышц тазового дна. Тема интересная, не переключайтесь, поехали! Но перед этим с вас, конечно же, традиционный лайк, подписка. И жду от вас комментарии под этим видео. Они дают нам возможность становиться лучше. Причиной опущения органов является слабость мышц тазового дна. Такое зачастую происходит, когда у человека ожирение или наоборот резкий сброс веса. Также у женщин встречаются после родов и у людей с врожденной слабостью соединительной ткани. Вследствие происходит опущение толстой кишки и петель тонкой кишки. В результате нормальное давление в брюшной полости нарушается, происходит рефлекторное зажатие мышц поясницы. И внутренние органы оказывают давление на мышцы тазового дна, в свою очередь нарушая кровообращение в органах малого таза. Вследствие это приводит к гиперактивному мочевому пузырю, хроническим циститам, к недержанию мочи при кашле и поднятии тяжестей. Конечно же к нарушению и застойным процессам в малом тазу, хроническим воспалением придатка в матке и хронических простатитов у мужчин. Данные патологии могут являться причинами формирования геморроя, варикозного расширения вен ног, отечности ног, особенно в вечернее время. Ну и конечно же это можно решить и решить это можно с помощью упражнений. Поэтому по традиции сегодня я покажу вам комплекс упражнений, как справиться со слабостью мышц тазового дна и конечно же улучшить работу органов малого таза и убрать опущение органов. Первое упражнение, как ни странно, это упражнение с дыханием. Ранее видео у нас было про диафрагмальное дыхание, подробнее обязательно посмотрите его. И сегодня во время упражнений мы будем делать большой акцент на дыхании. Почему? Обратите внимание на рисунок. Наша верхняя диафрагма и нижняя диафрагма, которые находятся возле органов малого таза и образуя мышцы малого таза, они вместе взаимосвязаны и они вместе участвуют в акте дыхания. Во время вдоха диафрагма опускается вниз и давит на наши органы. Во время выдоха диафрагма поднимается вверх, соответственно и нижняя диафрагма тоже приподнимается вверх и поднимает органы малого таза. Поэтому дыхание важно, дыхание делаем в течении всего комплекса, делаем правильно. Ну и поехали! Что еще хотелось бы сказать, какие упражнения не рекомендуется делать, у кого есть опущение органов малого таза? Это все упражнения, которые образуют давление в брюшной полости. Различные натуживания, классическое сокращение пресса, планки, также всеми любимые упражнения вакуум. В первом этапе реабилитации эти упражнения не рекомендуются выполнять. И как я говорила ранее, конечно же приступим с нашего дыхания. Немножечко напомню вам. На глубоком вдохе мы надуваем животик и на выдохе максимально втягиваем живот. Понаблюдайте за собой, чтобы во время вдоха и выдоха у вас не подключались в работу плечи, чтобы работало только живот. На вдохе надуваем, на выдохе максимально втягиваем. Хорошо открываем рот и хороший глубокий выдох. Если не получается выполнять дыхание сидя, вы можете выполнять его лежа. На первом этапе так будет легче. На выдохе самая главная задача втянуть живот и одновременно потянуть область мышц малого таза. Максимально втягиваем себя, так примерно как выполняется упражнение кегеля. Делаем глубокий выдох, втягиваем живот. Подтягиваем мышцы таза у дна, мышцы промежности и расслабляемся. Такое дыхание мы будем выполнять на всех наших упражнениях. А для упражнения нам понадобится вот такой вот маленький мячик гимнастический. Рекомендую его приобрести. У меня диаметр 26. Не сильно его надуваем. В принципе, такой мячик подходит для очень многих упражнений. Поэтому дома желательно, чтобы он у вас был. Итак, первое упражнение. Ложимся на спину. Ноги ставим на стопы. Стараемся максимально прижать поясничку к полу. Как будто немножечко закручиваем копчик на себя. В этом положении делаем глубокий вдох. Выдох. Втянули живот. И подтянули мышцы промежности копчик на себя. И одновременно мы с вами будем поднимать две ножки вверх. И поочередно опускать по одной ноге вниз. Сейчас продемонстрирую. Уложили поясничку. Ноги вверх. Носочком дотронулись до пола. И возвращаемся в исходное положение. Второй ногой. На выдохе вернулись в исходное положение. При выполнении упражнения и опускании ноги вниз у вас не должно быть прогибов поясницы. Перерастяжение мышцы пресса. Поясница максимально прижата. И на хорошем выдохе и на втягивании живота опускаем ногу вниз. Еще раз. Опустили ногу. Вернулись в исходное положение. В этих упражнениях важно прочувствовать каждое движение и соединить его вместе с дыханием. Это очень важно. Максимально втягиваем живот и мышцы промежности. Выполняем медленно, с хорошим выдохом. По 15 раз на каждую ногу. Второе упражнение. Исходное положение точно так же. Лежа на спине. Поясница прижата. Таз подкручен. Берем мячик. Руки ставим вверх. На выдохе мы максимально поднимаем таз вверх. Подкрученным копчиком. Делаем выдох. Опускаем руки назад. И возвращаемся в исходное положение. Еще раз. Выдох. Живот втянули. Мышцы промежности таза водна подтянули. Ягодички сжали. И возвращаемся мягенько в исходное положение. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Втягиваем максимальный живот. Точно так же выполняем по 15-20 повторений. Есть. Следующее упражнение. Такое же исходное положение. Укладываем мячик между коленями. На выдохе мы должны поднять таз. Тут очень внимательно втянуть живот. И сжать ногами мячик. И расслабиться, вернуться в исходное положение. Я покажу, как это выглядит. Делаем вдох. На выдохе. Втягиваем живот. Мышцы промежности. И сжимаем мячик. И возвращаемся в исходное положение. Вдох. Выдох. Вдох. Максимально втянули живот. Можете даже прочувствовать, как напрягаются прямые мышцы живота. И возвращаемся в исходное положение. И возвращаемся в исходное положение. Упражнение следующее. Ногу и левую руку вниз к полу. Не бросаем на пол. Держим на весу. При этом втягиваем живот на выдохе. Покажу, как это будет происходить. На выдохе. Вернулись в исходное положение. Вдох. Самое главное. Втягиваем живот на выдохе. В первое время будет сложно соединить все эти движения. Но с каждым днем все будет легче и понятней. Также выполняем на каждую руку и ногу по 15-20 повторений. Есть. Можно немножечко растянуть поясничку, если есть дискомфорт в спине. И укладываем ноги на пол. Следующее упражнение будем выполнять на боку. Мячик укладываем в область косточки на голеностопе. Приподнимаем. То есть мы не лежим на полу. Приподняли в опору локоть. Спинка ровная. Живот втянутый. На выдохе. Втягиваем живот и нажимаем верхней ногой на мячик. И возвращаемся в исходное положение. Втянули животик. Вот здесь можете почувствовать, как у вас напрягаются прямые мышцы живота. Прям рукой. И расслабили. И почувствуйте, как оно расслабляется. Глубокий вдох. И вернулись в исходное положение. Не должно быть провисания. Спина ровная. Выполняем по 15-20 тренинг на каждую сторону. Это только малая часть упражнений, которые можно использовать при этом диагнозе. Больше упражнений на моей страничке в инстаграм. Переходите, подписывайтесь. Пишите мне личные комментарии. Так как все случаи индивидуальные и требуют индивидуального подхода и написания программки. Вы можете записаться ко мне на консультацию, как онлайн, так и оффлайн. И мы разработаем вместе с вами программу, которая подходит индивидуально вам. Не знаю, как вы, но я вот прям прочувствовала, как поработали мои мышцы, как окреп мой пресс. Поэтому выполняйте это упражнение каждый день. Это занимает всего лишь 15-20 минут вашего времени. И вы уже увидите улучшение после первой недели. С вами была я, Анастасия. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду от вас комментарии. Обязательно на них отвечу. Всем хорошего вечера. Пока.